Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Мы в дороге, продолжаем наше путешествие, и мы выехали сегодня из-за Львова. Я даже не знаю, какое сегодня число, 19-я среда. Осталось где-то 400 километров до Киева. Хочу вам в этом видео рассказать о том, как мы доехали во Львов. Я думаю, вы увидели эту корову, дорога, которая пасется на обочине дороги европейского значения. Да, в Норвегии такой, наверное, не увидишь, когда... Если в Норвегии называется Эй Атн, Е18... Ладно. Чёрт видера. Вот, чтобы вдоль дороги, да, европейского значения в Норвегии ехала повозка, гужевой транспорт, ещё с ветерком. Вообще, экзотика полная. Так, начну я с того, что мы на пароме прибыли в Польшу. И продолжили наше путешествие. Нас остановили, после того, как мы выехали с парома, нас остановила польская таможня. И проверила у нас документы. Как нам объяснили, очень, конечно, понравились. Молодцы ребята, два польских пограничника с отличным английским языком. Остановили нашу машину, объяснили, что у нас паспорта, да, у нас фамилия Торгесен. Очень много было украдено паспортов с такой фамилией. Им нужно проверить, что мы, это мы. Конечно, без проблем. И это заняло, наверное, где-то минут 15. И таможенник так переживал. Он вышел с улыбкой и объяснил, что, ребят, у нас старая система. Нужно каждого пассажира вручную по айпаду проверить. И надо каждый раз подтверждать, подтверждать и там 150 пассажиров или что-то такое. Поэтому несколько раз он выходил с машины, один из таможенников, и извинялся. И самое интересное, что это было на очень хорошем английском языке. Вообще, Польша своими дорогами, мне кажется, занимает первое место в Европе. Как пойму моему мнению, в этот раз мы просто проезжали по вот этим большим автострадам. Прекрасные дороги. В этот раз мы уже платили. Первый раз это было 30 злотых. Второй раз было 10 злотых. Вот еще одна корова. Прекраснейшие. Мне кажется, даже лучше, чем в Норвегии эти дороги. Потому что есть дороги в две полосы, да, в одном направлении были и в три. В общем, до самой границы с Украиной. Даже в прошлом году мы немножко поездили по Польше. И проезжали мелкие городки, поселки. Действительно, даже я, которая получила права буквально пару недель до поездки по Польше, могла ездить, потому что и знаки были разрешены правильно, и разметка на дорогах. Что, ну, мне кажется, даже слепой, без руки, без ноги мог бы проехать по этим дорогам. Это мое мнение. Вот, въехали мы, или подъехали мы к границе с Украиной, и простояли мы там где-то около пяти часов. Польская сторона очень быстро проверила нам документы и обратно. Это все было на английском языке. Попросили документы, попросили паспорта, проверили. Мы проехали, и, конечно же, на украинской стороне была большая пробка. И подходит к нам парень и говорит, документы на машину. А мой муж говорит, я не понимаю, на английском, пожалуйста. Паспорт, кар, кар, паспорт. Ну, вот у меня вопрос. Ребята работают на таможне. Да, поляки, да, украинцы, да, друг друга понимают они. Но помимо поляков и украинцев есть еще машины с немецкими номерами, есть и эстонские, есть, мы смотрели, и Нидерланды. Ну, неужели так сложно выучить несколько предложений на английском языке, чтобы тебе понимали, что я хочу страховку на машину, да, посмотреть, хочу ваши проверить паспорта. Это не так сложно, а не кричать паспорт, кар, кар, паспорт. Вот. И никто там не говорит на английском языке. В прошлый раз мне пришлось переводить, потом пограничник реакнул, а почему он общался с моим мужем, я переводила, он говорил, а чего вы здесь стоите, я говорю, стою, потому что я перевожу, я сейчас отойду, и если вы можете продолжить разговор на английском, я буду за вас рада. А так, вот, проехали мы, конечно, уже было темно, и сложновато ездить по украинским дорогам, когда они плохо освещаются. Очень маленькие дорожные знаки, и эти 50-60 километров от таможни до Львова были, наверное, на тот момент самые тяжелые в нашей поездке. Доехали, въехали во Львов, нашли нашу любимую гостиницу Днестер. Рекомендую всем эту гостиницу, хотя не из дешевых. В этот раз она была забита битком, были какие-то делегации, были очень много людей из Турции, вот, и нам пришлось... У них остались чуть выше среднего номера, и наш номер строил в этот раз 2000 гривен за ночь. Ну, делать было нечего. Уже не хотели искать другую гостиницу по ночному Львову. Остались. Хотя, вы видели мое видео, да, я снимала о номере. В этот раз номер был, конечно, отремонтирован, все, европейский ремонт, все новое пахло новым. Но, вот, предыдущий номер, номер, который мы снимали в прошлом году, он был такой косметический ремонт, но в нем была ванна намного больше. В этом такой буквально туалет, умывальник и душ на одном квадратном метре расположено. Очень такой тесный номер хотя бы. Все новое, все чистое, пахнет хорошо. Вот, завтраки, конечно, у них шикарные, там можно не только позавтракать, там и пообедать. Есть большой выбор. Два дня мы пробыли во Львове, погуляли. Вот я даже тут составила небольшой список, чтобы ничего не забыть, потому что я очень часто приезжаю во Львов, да, ну, как часто, раз в год я точно там бываю, я очень много раз уже была во Львове. Я люблю, и я себя чувствую в этом городе, как не в гостях, вы знаете, вот, а вот как дома. Мне кажется, каждый дом незнаком и родной. Первый наш день я посетила вернисаж. Вернисаж находится между домов. Есть оперный театр, он знаменитый, да, на площади. И вот возле оперного театра находится этот вернисаж. Он чем-то напоминает Андреевский спуск в Киеве, где сидят мастера со своими картинами, поделками, вышивками. Рекомендую посетить, он небольшой. Я купила там небольшой сувенир и купила себе платье в украинском стиле. Мне очень нравится этноодежда. Есть у меня пару любимых магазинов украинских, которые делают одежду в этно-стиле. Погуляла я там. Там есть шикарные кожаные сумки, ручной работы. Но я решила, что я в следующий раз уже куплю эту сумку. Возле оперного театра можно взять экскурсионный автобус. Стоит 110 гривен человека. Что хорошо, что есть гид, алтогид на английском языке, на французском, на турецком. Катают вас, поездка полтора часа длится, катают вас по Львову. Не останавливайтесь, вам просто показывают, что там такая есть, такой замок, есть такая церковь, такой храм. И вы уже для себя решаете, хочу я узнать об этом поподробнее или достаточно этой экскурсии. Очень много информации они говорят. Как бы запомнить все невозможно, но какие-то вот интересные моменты, да, какие-то там баллады, притчи, мифы или там поверья. Запоминаешь очень хорошо. Потом мы встретились с моей хорошей подружкой Ирой. Она нас покатала по городу. Мы получили мастер-класс езды по городу от Ирины. Вот, встретились с ее мужем. Прекрасная семья, великолепные ребята. Полные энергии, позитива и хороших идей и мыслей. И всегда я получаю массу удовольствия, когда общаюсь с этими ребятами. Вот, побывали мы также на Высокой горе. Есть замечательное место во Львове. Векая возвышенность, куда вы поднимаетесь, и можно увидеть весь Львов. Львов как на ладони. И, как нам Ира сказала, что, ой, подниматься много, долго, ступенек тоже большое количество. И я приготовилась чуть ли не взбираться на Прекистульн. И уже с таким думаю, ну все, наверное. В общем, мы люди с Норвегии, мы привыкли по горам лазить. 15 минут карабканья вверх нас не испугало. Стоит подняться, посмотреть, можно там и посидеть, передохнуть. Вот, в тот же день мы посетили ресторан. Не знаю, это кабак, кафе или что-то такое. Краевка. Давно я мечтала, когда еще жила в Киеве, съездить туда. Колоритное место, находится в подвале. Связано это с историей УПА, с Бендерой. Великолепное обслуживание. И все такое тематическое. Тематика подходит, и название в меню. В общем, и обслуживание шикарное. Девочка, официант, звали ее Катя. Прекрасные украинские языки. Вот это смакуя ли, че смакуя по нам с нашей стравы. Як панство себе почувает, че все добре. Ну, в общем, вот этот вот украинский, да, львовский колорит. Та девочка нам подарила. Шикарно все. Ценные. Ну, вы знаете, нам, людям, которые приезжают к Горвегии, это было дешево. Мы пиво пили, и какие-то настойки лимонные, мятные. Полметра колбасы. Удовольствие в море. Также была у меня мечта, да, вот есть во Львове кафе, это ресторан Мазух. Там, где вот этот Мазух был писателем, который и... Надо сказать правильно, сейчас это на английском языке у меня крутится. Он был писателем, да, он писал такие повести в сексуальном жанре, и после чего в Асадо Мазо, да, вот этот термин, мазохизм, был назван в его честь. Там стоит памятник этого писателя. Не подготовилась я. Где можно засунуть ему руку в карман. Рекомендую просто взять телефон и подсветить, и вы увидите, что там есть. Не нужно засовывать, если вы боитесь, потому что стояли львовьяне, и они сказали, что не нужно этого делать, есть уроды, которые туда просто сцут. Вот, поэтому я сделала фотографию, я взяла телефон с фонариком, посмотрела, что там у него в штанах. Вот. Дальше, на следующий день мы посетили кладовище. Чем оно интересно? Оно очень большое, и там захоронено очень много знаменитых людей, не только украинцев, также поляк. Там и могила Ивана Франка, и Игоря Белозира. Есть очень хорошая карта, где отмечены все эти вот могилы, учительные композиторы там есть, и профессора, и, в общем, интересное место. Даже просто посмотреть на вот эти памятники. И обратно поляки молодцы, очень много табличек, где информация о том, что реставрация проходит за счет польской стороны. Молодцы, молодцы, следят за своими. Мы прошли пешком с нашей гостиницы, до этого кладбища обратно немножко подустали. Потом у нас был музей оружия, обратно мы встретились с Ириной и с ее семьей, погуляли там. Так, забыла сказать, что вход в кладбище стоит 25 гривен, музей оружия стоит 30 гривен. Стоит посмотреть древнее оружие от каменного века до, не могу сказать, что до современного, но есть на что поглазеть тем, кто любит военную тематику. Там находится это в таком форт, я сейчас уже не скажу, как называется. Интересно, что там есть часы, и существует поверье, что эти часы спешили долгое время, спешили на 5 минут, из-за того, что было, по-моему... Извините, ребят, но не вспомню я сейчас всех этих подробностей. Может, я неправильно, да, не надо потом мне писать злостный комментарий, что я ничего не знаю, да. Был такой форт, который защищал там Львов, и враги какие-то хотели напасть на этот форт, и монах хотел людей предупредить о том, чтобы они закрыли ворота в этот форт. Но он не успевал предупредить, и он просто перевел часы на 5 минут вперед, зазвонил колокол, и люди подумали, ну, все, пора уже закрывать двери. Они закрыли двери, и тем самым не дали разграбить свой город. Вот такая история. Все, что я запомнила с этого экскурсионного автобуса. После этого форта есть очень интересный ресторанчик, шашлычный, где жарят великолепный шашлык, запах такой, просто бомба. И там не просто шашлычное, плюс это еще мини-музей, где кативня, не знаю, как это по-русски будет, да, кат, який у Львови відповідав за вывес смеття, катування людей, и за місцевых курвів, да? По-моему, если слово было курвів, в общем, проституток. Пройдите даже просто посмотреть, покушать шашлычка или попить пиво, это того стоит. Мы заплатили на четверых, четыре взрослых, и ребенка около 600-630 гривен. Наелись, напились и довольними оттуда повышли. Погуляли обратно по центру, и есть во Львове, обязательно нужно посетить львівська майстерня шоколаду. Не знаю, там это трехэтажное или четырехэтажное здание, где можно зайти, подняться на самый верх, и на террасе, попить горячего шоколада, и насладиться видами Львова. Также можно там купить и шоколад, и коктейли всякие, шувениры можно купить. И сидела там девочка, которая рисовала картину шоколадом. Молодец, я говорю, мне бы не хватило столько терпения сидеть маленькой такой лопаточкой, вышкрябывать с фотографией вот эти вот все детальки. И также во Львове есть магазин карамели, где делают эти карамельки, конфетки. Здесь я получила полное удовольствие, потому что стояло трое ребят, девушка и два парня, которые крутили эту карамельную колбасу, вы знаете, с такими лицами, где можно было прочитать это выражение, как вы сюда заходите. Ну такие просто молодые ребята, а уже такая усталость на лице. Это просто... Я достала камеру, я сделала и видео коротенько, буквально пару секунд, и фотографию, что вот это радости на лице нет, что я здесь делаю, непонятно. Хотя мое лицо, да, это лицо заведения, должна улыбаться, я должна делать вид, что мне нравится то, что я делаю, ну этот... Уберите меня, застрелите. Вот, да, бывают моменты в жизни. Вот такая вот у меня или у нас, мой муж за рулем, серьезное лицо. Да, по дорогам Украины нужно концентрироваться очень сильно, потому что не только плохая дорога, да, а плюс отсутствие культуры вождения здесь местных. Где хочу, там и еду. Что хочу, то я вгоняю. И как хочу, мне наплевать на всех. Вот так вот. Сейчас мы попытаемся доехать до Киева. Пошел на вгон. Найти станцию техосмотра или сервиса BMW Bavaria, отдать нашу машину на ремонт, потому что, может, вы слышите, да, этот звук пищащий. Это наш усилитель тормозов пищит, который требует замены. Кстати, звонила в Киев. Вместе с работой и вместе с деталькой будет стоить 250 долларов. Пытались во Львове, но сервисный центр здесь сказал, что таких деталей в наличии нету, нужно заказывать и ждать неделю. В общем, едем в Марию Киев. Всем большое спасибо за просмотр. Прошу прощения, возможно, я напутала что-то с деталями или фактами. Не забудьте поставить лайк. Спасибо вам за комментарии, которые вы оставляете. Очень приятно читать, хотя интернет в Украине не везде есть. Это не так, как в Норвегии, что в Фире 4Г везде. Здесь нужно от Макдональдса к Макдональдсу и подключаться к сети. Еще раз всем спасибо и до новых встреч. Пока!